ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Для того, чтобы увидеть в реальности то, что будет отображаться на экране, достаточно только в нужном месте покинуть асфальт и прийти на тропинку, которая местами может оказаться влажной, кое-где крутой, а иногда слегка пыльной. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Это всегда грустно, но впереди еще лежит почти половина кольца серебряного, которое ведет к кольцу золотому. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Нам на хвост село неизвестное транспортное средство, окрашенное весьма темные тона. На 400-км участке оно абсолютно точно повторяло все наши изменения скоростей и повороты вместе с шоссе как вправо, так и в левую сторону. При этом, когда шоссе вело нас вверх, они также увеличивали свою высоту над уровнем моря. Когда мы ехали по дороге вниз, они также снижались. Все попытки разглядеть неизвестное транспортное средство оказались безуспешными из-за слепящего света подсвечивающих нас фар. Вместе с нами средство свернуло на отворотку на Медвежьегорск и на границе города, когда мы уже были готовы к захватывающему продолжению событий, остановилось на бензозаправке и исчезло навсегда. Поздней ночью, а точнее очень ранним утром, мы прибыли в расположенную под Медвежьегорском на самом берегу северной оконечности Онеги базу под названием «Не то большая, не то малая медведица». Выспавшись на временном промежутке от очень раннего до просто раннего утра, мы покинули Медвежьегорскую медведицу, размеры которой я не запомнил, направляясь далее в направлении Повенца, место, где из Онеги к Белому морю проходит Беломорский канал. По совокупности двух весьма веских причин весьма хмурого облачного утра и большой программы предстоящего дня путешествия, видеосъемки северной оконечности Онеги осуществлялись на фоне поисков дорожки для выезда с базы Медведица. Примерно на половине пути из Медвежьей горы в Повенец имеется очень ландшафтный, но еще более скорбный мемориал. На месте массовых расстрелов населения Карелии и вывезенных сюда заключенных в те времена, когда массовые расстрелы были достаточно массовыми. Здесь просто невозможно не вспомнить потрясающую песню Городницкого, написанную по его словам в память о том периоде нашего освоения, нашего севера. ПЕСНЯ 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 Их нежное крылья обжигает мороз Опускаются ангелы на крыши зданий И на храмах покинутых ночуют они А наутро снимаются в полет свой дальний Потому что короткие весенние дни А наутро снимаются в полет свой дальний Потому что короткие весенние дни Вы не плачьте, братишечки, по давним семьям Вы не врите, братишечки, про утраченный юг Перелетные ангелы летят на север И тяжелые крылья над тундрой поют Перелетные ангелы летят на север И тяжелые крылья над тундрой поют В населенном пункте Повенец подлежат осмотру Храм, новострой Достаточно 15-20 минут Но весьма симпатично Фрагмент Беломора Балтийского канала С двумя шлюзами Через один проходит дорога Второй на некотором удалении Для купания канал не приспособлен Время осмотра 10-15 минут Хотя шлюз временно может перекрыть дорогу Булыжник с надписью «О Сударева дорога» Когда-то, когда еще не было Беломор-канала По указу Петра Первого Здесь, в Карельской тайге Прорубили просеку И откуда-то, куда-то Не то с Онеги в Белое море Не то обратно Перетаскивали флот Булыжник с военными целями Петровская просека По понятным причинам Обнаружена не была Осмотр камня 5 минут Других достопримечательностей В Певенце Обнаружена не была Здесь присутствует Совсем другое Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Для того, чтобы жить Острова Соловецкие Камни леса по валу Папиросы Советские Беломорский канал Беломорский канал Беломорнский канал иной по настроению, по сути, части этого дня, давайте немного помолчим и просто посмотрим на зарубление спереди. Не только церковь, но и вся церковь. Поселок Ударш, река Водла, весьма популярная у весьма серьезных туристов-водников. После моста через Водлу начинается путь к бесам. Путь на слегка мистический мыс на восточном побережье Большого Онега. Путь в не слишком доступное урочище под названием «Бесов Нос». Короче, к бесам. Поскольку в интернете написано, что здесь все население живет. «Трансфером к бесам». А мы с бесов Нос. А вернуть повернули мы в Никитинке, да? Нет, не сдержим. «Там два КВ было написано». «Там два КВ не гонит асфальт в любой момент, во все что угодно. воротим. Не затем. Готится затормозила. Не знаю, не знаю. Во всяком образ превратилась. Говорит, что и тормозить будет уже поздно. Ну, это прям. Отыскать трансферщика в деревне оказалось не так сложно, поскольку таковым является практически каждый встречный. Однако первый встретившийся трансферщик так спешил начать выполнение контракта, что обе мои видеокамеры оказались в воде. Бес попутал, резюмировал трансферщик и в утешение поведал нам местную сагу о бесах. Вон, смотри. Бес окнов. Может, тут все? Или они там все? Вон, доставка туристов, ночлег, Василий. Может, не заезжай. Это еще не боится. Был высок и строен лес. Жил в лесу веселый бес. Добродушный и игривый, симпатичный и не злой. Бес придумывал забавы. Жила о нем легкая слава. Звери всех его не даром обходить стороной. Например, поймать ворону и давай с ней по закону. Разбираться, шо украла, у кого она в окрест. Ханфис хует, шо захочет, а ее в дупло затощит, сторожит, а сам хохочет. Ханфис хован, но я ест. А недавно вдруг по Любу свистнул у медведя жубу. Голый Миша своим видом всех зверей перепугал. И шо б чем-то хоть прикрыться, свистнул шубу у лисицы. Когда-то пошла подмыться дворосительный канал. А лиса вдруг, став ногою, чуть не кончила с собою. Хорошо, шо под рукою пьяный еж лежал клубком. Шкурку с ежика стащила, где хотела, там прикрыла. А ежа гулять пустила, попозвала колобком. В тот же день, размявши кости, волк к лисе собрался в гости. Шо там было неизвестно, только сильно волк кричал. Будь то гром гремел и стучий, надрывался зверь могучий. Шо такой кумы колючий, никогда он не встречал. В общем, вес веселый малый, натворил делов немало. Только что-то эти штучки стали ботно доедать. Посреди густого лесу, очень грустно стало безу. Захотелось о прогрессу за границу повидать. А в деревне, что у леса, жив мужик Борис Повеса. Так себе без интереса, добродушный мужичок. И жена, как их немало, с приседателем гуляла. А Бориске не давала, говорила дурачок. Как-то раз Борис напился и в лесочке заблудился. Бестайком в него вселился. Непонятно как, но смог. В состоянии необычном вел мужик себя прилично. Хоть и было непривычно, и колол немного бок. Вот домой пришел устало. Нет жены, лишь синовало. Будто кто-то треть мочало. Видно, мыши завелись. Голос внутренний услышал. Ох, блин, крупные ж там мыши. Наверху, под самой крышей. Разжигай, повиселись. Подпалил Бориска хату. А Бест внутри кричит. Бери лопату. Подпирай входные двери, чтоб сгорели все дотла. Только взялся за подпругу. Приседатель и субтруга. Выбегают с перепугу. В дом, в чем мама родила. Председатель тот сердечный, обезумевший, конечно. Долго бегал по деревне, в неглиже и песни пел. А за ним икая малость. Председатель шагонялась. Ну уж как она ругалась, что никто так не умел. А жена упала низко. Распласталась пред Борисской. И Борис простил субтругу. Ведь любил без дураков. Ночью все втроем не спали. Жена с бесом не давали. Успокоились, устали. После первых петухов. А наутро, как проснулись. Вновь опять дия замкнулись. Окрыленная субтруга с белым соком налилась. Все шептала. Ты мой милый, ты мой смелый, ты мой сильный. Я такой любви убильной не встречала, отродясь. А постромленный председатель, извиняясь как предатель, Через день принес проклятый тур путевку в КАП страну. По всеобщему признанию, первый в соцсоревновании наш Борис. И съездить в Штаты представляется ему. Эй, вот Борис, американец. На щеках его румянец. Возвернулся и насранец. По деревне слов прошел. Он привез супруги, клипсы, Тестью виски, тещи джинсы, Еще какой-то джипсон, Видик, плеер и мэйшон. А раз упомнилась кулиса, Все прекрасно у Бориса. А жена его Лариса. Бабам всем другим пример. Их в деревне уважают И с поклоном провожают. А когда его встречают, Называют Борю сэр. Ну, а бес, как говорится, Там остался за границей. А в кого он там вселился, То сам бес не разберет. Но вообще есть подозрение, Шо вселился бесом Хусейна. Потому себя Хусейна подозрительно ведет. А вообще-то жизни светской Не приемлет бес советский. По характеру простецкий, От начальных, от начал. Может, снова в дальний лес Возвернулся добрый бес, Так как слышали о крест, Снова сильно волк кричал. Вот так мы и добрались До мыса Бесов Нос С его знаменитыми петроглифами. Если честно, Это было уже мое второе посещение Этих мест. И именно такое Дуплетное посещение Бесова Носа Позволило мне сделать Великое археолого-физическое открытие. Это открытие разделило Всю историю Карелии и Вологодщины На две части До и после. Это открытие разделило На две части и наше повествование. И поэтому До новых встреч! Путешествуйте сами Путешествуйте как мы Путешествуйте лучше нас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok